Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели! С вами Вячеслав Котляров, в Харькове, 0 часов 17 минут, 20.07.2016 года. Данная беседа будет из цикла «Доверительные беседы». Я, по возможности, постараюсь в той старой, доброй, полюбившейся многим зрителям и слушательной манере делиться с вами своими наблюдениями. О наблюдении у меня по жизни накопилось колоссальное количество всевозможных темах и направлений. И благодаря своей неплохой памяти и возможность анализировать все и вся, я делаю выводы, которые, по сути, приближены к максимальному стопроцентному попаданию в десятку. Кстати, былую бытность, когда нас посылали от училищ на стрельбище, я там показывал неплохие результаты. Стреляя с автомата Калашникова с разных положений и одиночными, и очередями, я бил 100% в десятку. Вот. Это так, чтобы сказать, что еще и не только интеллектуально попадаю в десятки, но еще и физически могу попасть, как Робин Гуд, стрела в стрелу. Так вот. Кстати, Робин Гуд это исключительно вымышленный персонаж в своем добре. Дело в том, что в определенные времена управители городов сами создавали преступные группировки, которые работали на них и грабили, так сказать, всех, кто к этому управителю едет. Вот. Поэтому никогда их никто не мог поймать, этих Робин Гудов, потому что они всегда были в доляхе. То есть, власти крешевали преступников. Ничего вам это не напоминает? Нет? Вот. Кстати, и в сказке той же пресловутой Али Бабай 40 разбойников, так там вообще правитель не стал никаких преступников нанимать. Он сам переодевался в преступников, в банду и занимался грабежами. Знаете, бывает вот... У меня термин, я пытаюсь ввести в обиход. Ученый преступник. Каждый раз, когда я хочу про это сказать, у меня всегда внутренне, эмоционально хочется это все передать, но сейчас я более в спокойной манере передам. Значит, сто раз повторял и буду специально повторять, пока для большого количества людей не внедрится термин ученый-преступник. Ученый-преступник это тот, который заставляет наших детей переходить дорогу на красный свет. Ученый-преступник это тот, который получил истинные знания о меру устройстве, а именно то, что наша Земля сотовая, и продолжает настаивать на своем, что наша Земля маленькая, кругленькая, а Солнце больше нашей планеты в миллиарды раз. Это уже преступник. Он наших детей переводит на красный свет. Незнание канонов не освобождает от ответственности. Информационное поле, я вам скажу так, что оно, в принципе, присутствует у всех, подключение к нему, только в большей или меньшей степени. Для кого-то лучик законнектится к информационному полю, это толщиной с иголочку. Для кого-то там с бутылочное отверстие и так далее. А для кого-то с ведро, а для кого-то с бассейн. Мы все коннектимся к информационному полю. Детки так вообще с рождения все гениальные гении. До 5-7 лет это просто клондайки, оазисы, сверхинформации, которые вообще можно передать. Но система их начинает с 7 лет ломать, закрывать, блокировать информационное поле. И мы маемо, шо маемо. Мы становимся невосприимчивы к той или иной информации. Поэтому к информационному полю мы все подключены. Просто каждый в той или иной степени. Как-то я в одном из выступлений обмолвился про ладони и про молитву. И мне что-то казалось, что там будет видеозапись идти. Причем я видел, что идет как бы захват. То, что я показываю. Вот молитвы у нас такой у наших предков не было. Чтобы ладошки скрещивать и подносить там подбородку к району солнечного сплетения. Этим мы символизируем рабство. То есть как бы символически наши руки связаны. И мы их при этом, когда их ладошки сплющиваем, мы таким образом показываем. Мол, господин, господь, мы твои рабы. Я, как говорится, просто сухо констатирую факт. Там уже у каждого право свое складывать ладошки или не складывать. Наши предки вздымали руки вверх, расставляли на ширину плеч. И только так к богам обращались. Открыто, открытые руки не связаны. Руки, вот смотрите, боги, руки наши свободные. Молитва, это руки сплющенные. Смотрите, мы рабы. Руки, которые расставляются кверху, в разные стороны. Вот, смотрите, боги, мы вольные. Мы не рабы. Что касается, вот часто пишут, что подскажите, Вячеслав, трудно в жизни. Там много приходит таких писем. Ну, рецептов много. Первый самый железный рецепт, это избавиться от телевидения. Вот те люди, которые такие, ну, грустного характера письма мне присылают, что тяжело дышать. Я предполагаю, что вы не отказались от телевидения, особенно от всяких политических шоу. Кто-то скажет, я отказался, значит, в интернете продолжаете смотреть. Понимаете, вот эти политики клоуны, они как тролли в интернете. Вот пока вы тролля кормите, он живет. Как только вы теряете к нему интерес, вы перестаете тролля кормить, и он погибает. Точно самые политики. То есть, если вы думаете, что это то, что они там, этот цирк устраивает на дроте. Дрот – это аббревиатура, это был драматический театр. Забыл, в каком-то городе, но дрот – это аббревиатура. Те, кто кормят политиков, те отдают свою удачу и фарт. Вы свое внимание отдаете тем, кто его не заслуживает. Перестаньте кормить тролля политиков-клоунов. Откажитесь полностью от политических передрязков. Уверяю вас, жизнь наладится, забурлит. Я живой пример. Не, ну было, конечно, последние два года, я изучал. Но у меня иммунная система, мама не горюй. Но потом, кстати, я в определенный момент, до выхода свой сам вот этот триумфальный в эфир, я отказался полностью от политических просмотров где-то до, наверное, за три-четыре месяца полностью. То есть, в двух словах, откажитесь полностью от всех политических ток-шоу. Ну, если вы уже зависимы от этого, ну, ничего не могу сделать. Это я обращаюсь к тем людям, которые говорят, что в жизни очень тяжело, и помогите советам, что нужно сделать, чтобы жизнь наладилась. Вот самый радикальный способ полностью отказаться от политических баталий на телевидении и от самого телевидения. Спорт. Вот спорт тоже, кстати, у меня все время вот это улыбает, эта грустная ситуация, что люди искренне надеются, что спорт сейчас честный, там, возьмем футбол. Да, я уже 200 раз говорил людям, которые вот фанаты футбола, что сейчас все работают на букмекерские конторы, честного спорта нет. Но даже те люди, которые слышали, что это, и поверили, что это правда, они обманываться рады. То есть, они приходят на стадион и весело думают, что игра на поле происходит по-честному. Нет, спорта честного давно не существует. Все уже давно замешано на букмекерские конторы, поэтому, пожалуйста, не обольщайтесь, это победа ваших любимцев в спорте исключительно зависит от других, так сказать, приоритетов, нежели от их сил и возможностей. Вот я потихоньку хотел подобраться вкратчиво и, так сказать, настроить вас на вдумчивый лад с темой пророков. Пророки, я вам доложу, это очень интересная тема. Давайте вместе с вами пробежимся по довольно всем известным именам, которые на слуху. Ну, конечно, тут нужно всегда начинать с Нострадамуса. Потом можно добавить Марию Ленарман, Василия Немчина, Вангу, Кассандру, Вольфа Мессинга, Григория Распутина, Эдгарда Кэсси, Бакида можно добавить и монаха Авеля. Ну, предсказуемусов, Нострадамусов было, конечно, много. Я сразу, знаете, кого в сторону отставлю? Только двух. Их, по возможности, буду не трогать. Это Вольфа Мессинга и Григория Распутина. Я их особняком поставлю. Это очень уникальные личности, очень сверхуникальные человеки, которых я не хочу трогать по ряду причин. А вот всех остальных я как бы это постараюсь вывести в ту колею, которую необходимо вывести. И пока не забыл, все, кто фанаты Битвы Экстрасенсов, запомните, там все постановочное. И исключительно все по сценарию. Хотите, верьте, хотите, нет. Но каждая Битва Экстрасенсов это шоу. Это шоу самое настоящее. Это не означает, что люди приглашенные не обладают экстрасенсорными способностями. Это означает, что люди, когда приходят на это шоу, режиссеры говорят им следующее. Да, мы знаем, что вы супергерой, но в кадре вы будете делать то, что мы вам скажем. И вы благодаря этому получите определенные суммы в финансовом эквиваленте. Поэтому запомните, Битва Экстрасенсов это исключительно постановочный вариант. Хотите самостоятельно проверить? Обладайте такой памятью, как я. Посмотрите полностью, к примеру, первый или второй сезон, который они появились в интернете, это можно сделать. И посмотрите последний и предпоследний. И вы поразитесь. Люди разные, а события всегда одинаковые. То есть все делается по одному сценарию. Создатели Битвы Экстрасенсов, они настолько примитивны, они не в состоянии не придумать ничего нового. И я смеюсь, как человек, который может моделировать бесконечный алгоритм всевозможных перипетий, всевозможных событий, просто улыбается, насколько скудный и примитивный у них характер подачи информации. Они все время повторяются. У них нет ни одного нового пируэта и кульбита. Они все время отыграют одну и ту же роль. Посмотрите, первый, второй сезон. А если память хорошая, посмотрите все сезоны. Увидите, что все сезоны это написаны под одну кальку. Ох, подхожу вот это к этим экстрасенсам, точнее, провидцам, и понимаю, что опять сталкиваюсь с той же проблемой. Я уже вторую неделю предпринимаю попытки рассказать под предсказанусов, но какая-то непонятная сила не дает мне сдвинуться с места. Ну, я надеялся эту силу победить нестандартным способом. Я вчера на водохранилище классно обгорел. Просто я сейчас как рак. У меня, вы знаете, это кожа белая, белее самого белого листа. И люди, которые имеют вот такую белую кожу, они просто солнце их убивает. Я не жалуюсь, я сухо констатирую факт. И просто сейчас у меня организм переживает вот этот эмоциональный такой стресс. И я думал обойти вот эти все припомы с помощью такого нестандартного подхода рассказать про всевозможных ванг инострадамусов. Повторюсь, Григорий Распутин и Вольфа Мессинга я ставлю в сторонку. Остальных же я буду ставить, скажем так, в одну группу. Как и с как и с битвами экстрасенсов, я повторюсь, перечисленные люди это не значит, что они не обладали какими-то сверхспособностями. Обладание сверхспособностей не связано, а порой практически всегда не связано с ихними предсказаниями. Практически 98% предсказаний это уже были додуманы совсем левыми людьми. То есть бралась конкретная фигура, отдавайте Вангу возьмем. Да, человек обладал экстрасенсовными способностями, но большинство предсказаний Ванге уже было ей приписано. Вот никто мне не покажет ни одной видеозаписи, где она говорила те или иные предсказания, связанные там с поднятием определенной страны на определенные рубежи. Я сознательно не называю эту страну, те, кто предсказания слышал. Самое интересное, что там говорится, что подниматься будет страна, а вы помните, я говорил, стран не существует, но ничего не говорится о людях. То есть территория, связанная, допустим, с Сибирью, направо и налево, да, она, возможно, будет подниматься сама территория, но это не значит, что проживающие там люди на тот момент, когда эта территория будет подниматься, они будут в добром здравии. поймите, что несмотря на то, что наши светлые иерархии очень активно идут спасение нашей ячейки, это не значит, что мы должны расслабиться и ждать, как говорится, у моря погоды. Это цельный, слаженный механизм. Чтобы велосипед поехал, нужно крутить педали, а мы, как говорится, по-прежнему верим в битву экстрасенсов. Так вот, все открытия, все предсказания, практически все, это вымысел специально сделан. То есть, темные знают, как легко у нас мозг работает на авторитет. То есть, они создают авторитета, например, ученые, великие ученые с мировым именем, с мировой известностью сказал так-то. Мы должны верить. То есть, мы даже не проверяем, правильно он сказал, неправильно. Ученый с мировым именем сказал, что так-то. И все. Нам достаточно. Мы знаем имя, фамилию, все. А то, что это все, как говорится, и вы единого яйца не стоит, то, что он там сообщил, никого не волнует. То же самое и с предсказателями. Все исключительно предсказания делались по одному и тому же принципу, который происходит сейчас на просторах интернета. Может, слышали, в интернете тоже есть определенные пророки, которые предсказывают те или иные взрывы. А вы знаете, как это происходит? Вот, допустим, ГП, хочется совершить какой-то теракт в какой-то стране. Находится псевдопророк в интернете. И он сообщается, такого-то, такого-то числа я чувствую, мне приснилось, что произойдет теракт. Все, он сказал. Информация слушателями получится. ГП потирает ручки, все, предсказатель сказал, теперь мы будем создавать предсказания. Это происходило всегда, во все времена, на всех уровнях такого рода предсказания. То есть, вначале нас ставят перед фактом, а потом этот факт свершает. Во-первых, тот предсказатель уже растет в глазах, теперь ему, теперь ему можно поверить, чтобы он не говорил, как же, он же предсказал, там, что фокусима там потонет, или там какой-нибудь торнадо пронесется. Конечно, он предсказал, потому что он работает на ГП. ГП ему сказал, а ты предсказываешь, а мы твое предсказание в жизнь воплощаем. Вот и все. Надеюсь, такой мой сумбурный, спонтанный, эмоциональный крик души был вами услышан. Я по возможности постараюсь еще более скрупулезно и детально пройтись в будущем по тем темам, которые сегодня мы с вами затронулись, потому что темы очень обширные. Каждый пункт надо разбирать детально, взвешенно, обдуманно. Ну, на этом, пожалуй, все. С вами был, как всегда, Вячеслав Котляров. Благодарю вас, что слышали меня, слушаете меня. Спасибо вам огромное за внимание. субтитры, Спасибо. Спасибо.